О бюджете республики говорили сегодня. Среди приоритетов найти финансовые резервы для выполнения указов президента страны по строительству дорог, детских садов, ликвидации аварийного жилья и увеличению зарплат. Репортаж Инна Даниловой. Экономическая ситуация в мире и как следствие в России и Татарстане сложная, но трудности удастся преодолеть, потому что предпосылки для этого есть, а если нужно и дополнительные резервы найдутся. Так коротко можно сформулировать основной тезис сразу двух совещаний. На первом подвели итоги работы финансистов, налоговиков и казначеев республики. В наступающем году дефицит бюджета будет почти 9,5 миллиардов рублей, а в 2016-му 12,5 миллиардов, плюс Госдог почти 88 миллиардов рублей. Но делая ставку кроме нефти и нефтехимии на инновации, республика рассчитывает сделать качественный рывок вперед. Танека, Smart City, Казань, Иннополис, свободная экономическая зона Алабуга, Технополис – лишь некоторые из презентованных министром финансов России проектов. Ситуация сложная, но неплохая. Рост 2% валового внутреннего регионального продукта – это в Европе медаль получает за это. Но у нас потребности 6-7%. Мы хотим расти быстрее. Я думаю, что надо развивать внутренний рынок нашей страны, надо поддерживать наших экспортеров, надо создавать производства, которые замещали бы импортные товары. Вот в этом направлении будем работать. Ничего страшного нет. Мы справимся с этой задачей. Тем более, что награду за отличную финансовую работу Рустам Миниханов получил, при этом продолжая отстаивать свои предложения о том, как, например, следует исполнять масти указы Владимира Путина. Предложение попросить денег у Минифина России. Ну нет, это как бы, может быть, шутка. Мы должны ведь не только повысить зарплату, мы должны предоставлять качественные государственные услуги для населения. Откуда будем брать денег? Денег никто не даст. Надо зарабатывать, надо зарабатывать, надо развивать производство, надо малый и средний бизнес, надо строить новые заводы. О том, где изыскать финансовые резервы, уже на уровне ПФО, говорили на втором совещании с участием представителей властей региона. Обсудили вопросы мобилизации доходных источников, как в текущем году, так и в следующем году. Определились по возможности изыскания дополнительных внутренних ресурсов. Главы регионов дали очень, так сказать, конструктивные и профессиональные предложения. И по оптимизации налоговой политики, и по оптимизации тарифной политики, и по реальному положению дела в отраслях, в образовании, здравоохранении, с точки зрения поиска возможностей, по сокращению издержек и, соответственно, повышению доходной части бюджета. Все предложения систематизируют, а самые дельные реализуют на практике. Инна Данилова, Адель Миндубаев, Вести, Татарстан.